Гепарьин, джирелу аминок и слот для видновления сил и энергии. Вот так и хочется спросить у Валерия Залужного, а как же распаковка американских подарков или с ними тоже все завязали? А как вам еще такое видео? У меня есть точная информация, что вчера Зеленский ликвидировал моего помощника. Он собирается ликвидировать меня так же, а потом сдать страну. Зеленский – это враг нашей страны. Через него мы полностью провели контрнаступ, втративши полмиллиона лучших сынов нации. Если его не остановить, мы полностью потеряем всю страну. Зеленский постоянно брешет и будет брехать до останнего украинца. Закликаю негайно всех украинцев выйти на центральні площади, а захисников не подкоряться злочинным наказам командующих. Негайно разгорнуть свою оружие и выйти до Киева. Главнокомандующий ЗСУ не выступал зі зверненням і не закликал до військового перевороту. Відео, створені расистами за допомогою штучного інтелекту. І те, що це діпфейки, визнав навіть Соловьов. Тут же появляется, скорее всего, фейк, де якобы Залужний говорит, спасибо, у меня уже день рождения был, подарки не прислайте. Но сам факт, что кто-то эти фейки делает, показывает, что и в украинском политике никто не верит, случайность произошла. Загибель помічника Залужного з вірогідністю у 99,9% – це трагічний випадок, зазначають мої джерела у правоохоронних органах. Основна версія на цьому етапі розслідування – необережне поводження з боєприпасами. У поліції підтвердили, що знайомий Частякова дійсно подарував тому гранати. Ба більше, навіть попередив, що вони бойові. Але Частяков, умовірно, у це не повірив. Тому також є пояснення, бо це не класична у нашому розумінні граната, а універсальна німецька. Вона одночасно виконує функцію як наступальної, так і оборонної. І для того, аби змінити призначення гранати, треба або від'єднати, або приєднати додатковий екран. Тож, можливо, для Частякова це була нова незвичайна конструкція. Це німецька граната. Ось, ви бачите, вона виглядє, як, вона повністю пластмасова, вона виглядє, як, ну, не знаю, як ігрушка. Навіть, чужой би людина подумав, посторонівав, що це сувенір. Тобто, ця граната розбирається, ось так на дві часті. Ось так ось вона виконується, як наступальна граната, у нього розвиток осколків дуже маленький. Ось тут багато-много тисяч мелких стальних шариків, і граната превращається в наступальну, в оборональну. Та попри усі пояснення, рупори Кремля все ж використали цю трагедію по максимуму, аби просунути вже класичний наратив про начебто протиріччя між Зеленським та Залужним. Що тільки вони не розповідали, і що це попередження за статтю, і подяка за провальний контрнаступ, і що так Зеленський нібито прибирає своїх конкурентів. Зеленський в інтерв'ю NBC News публічно подтвердил ссору з Залужним і заявив, що не согласен з главкомом по части провального контрнаступа. Зеленський сказав, що на войне никакой не тупик, і Україна по-прежнему побеждає. Ну і зразу після зубийства ад'ютанта главкома, якого прочили в президентське кресло, Зеленський відменив своє ж поручення о підготовці к началу виборів на Україні. Тобто, виборів на Україні не буде, а значить Залужний не зможе в них побудувати. Ну і Зеленський буде царствувати вечно такий вот бесхитростний план. Ну і вообще, судя по событиям последніх днів, наповненних увольненнями, а тепер ще й убийством окруження Залужного, складається полне впечатлення, що київський режим заподозрив попутку військового переворота і рішив провести тотальну зачистку своїх політичних оппонентів. Ну і здесь явно конфлікт інтересів, і очевидно, що Зеленський, команда Зеленського і команда Залужного, у них конфлікт інтересів, і вероятніше все, насправді це теракт, судя по всему, произведений якими-то одній спецслужб українських, ніби ГУР Министерства оборони, ніби СБУ, можливо, СБУ даже, все-таки ГУР, там СБУДА, але непонятна ситуація. Так вот, я понимаю, що конфлікт виходить на дуже серйозний уровень, причем очевидно, що був план у американців попутатися замінити Зеленського більш удобним для них кандидатом, вероятніше все, тем же Залужним, і, по-крайней мере, поставити його на растяжку, то есть показати ему, що ми тебе в любой момент знімем, і вот ці одновременно і теракт, і заявлення Зеленського, я думаю, що вони неслучайні. І це, з іншої сторони, ще намек самому Залужному, що не стоїть циватися в большу політику, йому проще запугати Залужного, попутатися запугати його. Разве це можна запугати Залужного? Ну, тому що Залужний в последнее время, ну, очень смело і делает высказывання, прекрасно понимая, какую реакцію це вызовет у Зеленського. Як говориться, поживем, увидем, я с удовольствием наблюдаю за этим же Абагадюкиным. Вчера или позавчера появились какие-то, ну, правда, там не прямая речь, но появились, значит, соображения, что да, все-таки выборы, выборы, выборы. Весна 2024 года, все-таки нужны выборы и так далее. Я видел даже там такую, значит, сложную конспирологию, что вроде американцы договорились, значит, проговорили условия с Зеленським, на каких условиях он уйдет, потому что понятно, что если будут выборы честные, открытые, демократические, какой нафиг Зеленський? А кто? Ну, с большой долей вероятности, наверное, предположим, залужный. Человек в авторитете, мужик, который, к тому же, за солдатой все время, он на каком, значит, на каком основании он все время с Зеленським спорит-то? Зеленський вроде посылает на убой, но он же говорит, нет, минуточку, не надо ребят, так сказать, класть просто так, задармато. Ну, как бы это неплохая позиция, правда? Вот. И вот тут вчера, значит, после этого взрыва, тут появляются, значит, комментарии с Зеленським, или одновременно с этим взрывом, что говорит, вы знаете, не время для выборов, товарищи. Зеленський уже просто психанул и сказал, значит так, всех, кого надо, никаких выборов не будет, я вообще делаю, что хочу. Человек слетел с катушек. Автор російських методичок. Бо абсурдність їхньої пропаганди, ну, просто зашкалює. Щоб створити иллюзію конфлікту серед військово-політичного керівництва нашої країни, на болотах запустили ще один фейк, що це, мовляв, американці та британці хочуть замінити Зеленського. Скорее всего, бриты, британцы, им нужно сейчас, чтобы сделать вот раздел армии Украины и Зеленский, опять же, все это связано с теми же выборами, бриты умеют это делать очень красиво. Зеленський, ну, он действительно уже практически не контролируем своими кураторами. Почему британцы хотят сменить его на адекватного Залужного? Залужный сейчас лишился не только одного помощника, он за последние три дня лишился двух помощников. Буквально три дня назад Зеленський уволил зама Залужного Хоренко, да, это главком сил специальных операций, это вот тоже доверенное лицо, то есть Залужного ослабляют, это и по нему удар. И здесь Зеленський прекрасно понимает, что американцы давят на проведение выборов. Почему они давят? Потому что вот все неудачи Зеленского, все прекрасно понимают, все уже признали, что контрнаступление сорвалось и ничего не будет. И они прекрасно понимают, что им для того, чтобы негатив на Украине, который будет Зеленским и есть сейчас, чтобы не бил, его нужно менять. То есть, условно, Арина Зеленского все списать, да, он виноват, мы все сделали, и вот теперь хороший человек. Зеленский, который монополизировал эту власть, становится уже не просто непопулярным политиком, а максимально токсичным. Та статья, которая была выпущена в британском издании от лица Залужного, она по факту говорит о том, что вот тот самый настоящий лидер, который готов принять, условно, сложные решения, который несет ответственность, в первую очередь, за военно-политическую обстановку. Зеленский в этом плане, хоть и пытается медийно как-то поддерживать активность, мы видим, делает очень неубедительно. Другое дело, что заявление Зеленского о выборах лично я рассматриваю как попытку шантажа. Зеленский таким образом, да, через такое обращение, примерно говорит следующее. Если вы выделите 5 миллиардов долларов, которые нам нужно для проведения выборов, это его, кстати, заявление, то мы теоретически можем это провести. Более того, это обращение к Европейскому Союзу, который урезал в два раза с 18 до 9 миллиардов евро ту самую помощь. Поэтому Зеленский, я с коллегой абсолютно согласен, политический труп. Вот как только он перестает быть президентом, а хотя бы даже становится кандидатом в президенты, это политический труп, причем, наверное, и в прямом и переносном смысле. И поэтому Зеленский сейчас делает все возможное для того, чтобы пока еще у него есть хоть какие-то полномочия, шантажировать с одной стороны Запад, с другой стороны показывать внутри своим соперникам, что, ну, есть самые радикальные способы устранения своих конкурентов. Да, до речи, вас не дивует, что россияне, ну так, уже детально знают все про Украину и американские отношения, больше, чем украинцы и американцы? Потому что все делают акцент на том, что появилась эта публикация, она стала для украинской власти холодным душем. И забывают о том, что в преддверии этой публикации был жесткий ультиматум американцев, украинской власти, с абсолютно четкими требованиями и более того, с временными, так сказать, рамками. А речь о чем шла? Речь шла о том, что от Зеленского требовали уволить Ермака, от Зеленского требовали уволить Шмыгаля, от Зеленского требовали назначить Маркарову, который является послом Украины в Соединенных Штатах Америки, от Зеленского требовали реформировать судебную систему, от Зеленского требовали реформировать силовые органы власти. Как реформировать? Привести их в такое же состояние, в котором находятся все антикоррупционные органы, под полным контролем американцев. То есть они управляют всеми антикоррупционными органами, и они хотят получить в руки еще судебную систему и силовые органы власти. Более того, требование было уволить министра обороны Украины. Уволили. А кого назначили? Умерого. Он согласовал эту позицию с американцами? Нет. Продолжение следует...